Нефть, я же в земле. Я, газ, и я, для чего? Я, погода, земля, а ты вода. Вот так с помощью песен и театральных приемов актеры рассказывают о первопроходцах Самотлора и зарождении Нижневартовска. Волкан у меня вокруг! Я не ослышался. 300, 300 тонн нефти в сотки с одной скважиной. Воссоздал невыдуманную сказку не на страницах учебников, а на сцене известный российский режиссер Иван Пачин. В основе истории реальных людей, нефтяников, ветеранов, которые построили город среди болот и тайги. Когда они боролись, когда они строили, когда они достигали и когда они очень тяжело работали, что единственное, как мы имеем право об этом рассказывать, чтобы не нагружать, то мы можем сказать, что это невыдуманная сказка. Потому что для нас это сказка, и мы не знаем, насколько тяжело им было, а для них это невыдуманная история. Премьера пьесы состоялась в Нижневартовске летом и собрала массу положительных откликов. Теперь тюменцы смогли оценить постановку. Пришел сегодня с детьми, потому что это очень такая интересная подача истории. Вот за один час, несколько минут мы узнали практически историю освоения и добычи нефти на севере. Идешь на провинциальный спектакль, а получаешь произведение взрослое, серьезное, с проблемами, с решением этих проблем. Вот так, вот вообще. Подарок. Я даже не постеснялась, подошла и сказала спасибо за подарок вам, что привезли нам в Тюмень его. В рамках межрегионального проекта «Культурное сотрудничество» 15 творческих коллективов уже выступили в ХМАО и ЯНАО и собрали более 18 тысяч зрителей. А постановка «Нефтяное сердце» стала сердечным подарком для жителей Тюмени к 80-летию региона от губернатора ХМАО Югры Руслана Кухарука. Так вот это хороший подарок, который транслирует уже сложившееся сотрудничество и наше намерение и впредь работать в этом направлении. Владимир Говоруха, Михаил Болбель, Тюменская служба новостей.